Южноукраинский центр этнических и политических исследований ЛАД презентовал результаты новой социологии. Что касается голосования по партийным спискам, здесь лидерство удерживает оппозиционная платформа «За жизнь». Также в Горсовет проходят партии «Доверяй делам», «Слуга народа» и «Украинская морская партия» Сергея Кивалова. Вопросы социологов касались также и бытовых проблем, которые есть в Одессе. Исследование проводилось в формате то есть методом интервью среди совершеннолетних жителей нашего города. Подробнее об электоральных предпочтениях одесситов в сюжете наших корреспондентов. Непопулярные решения центральной власти заставили одесситов всего за месяц серьезно пересмотреть свои электоральные предпочтения. Результаты нового социологического опроса, проведенного Южноукраинским центром этнических и политических исследований ЛАД, представили доктора и кандидаты социологических и политических наук ведущих вузов Одессы. Исследование на тему электоральные настроения одесситов проводилось с 18 по 23 июля. Методом личного формализованного интервью было опрошено 1200 респондентов, проживающих в разных районах города. «Исследование комплексное, оно охватывает разные сферы, интересующие одесситов. Не только выборы партии, городских голов, но и другие сферы жизни одесситов. Тарифы, обеспечение образованием, медициной. Все, что касается тех программ, которые сформируют кандидатов, депутаты и партии». Избирательная кампания в самом разгаре. Как результат в сети появляется множество социологических исследований. Среди них львиная доля фейковые. Социологи никого не опрашивают, а просто рисуют выгодные для партии цифры, чтобы запутать избирателей. Именно поэтому необходимо отличать псевдоисследования от объективных и обоснованных результатов опроса. «В настоящем социологическом исследовании нужно, чтобы была история у той фирмы, у той компании, которая проводит это исследование. Например, если она участвовала уже не первый год в избирательных компаниях, или если ее специалисты были включены в избирательные компании. Социологическое исследование не может ограничиваться двумя вопросами. Кто будет мэром и какая партия выиграет». Интересными оказались результаты в отношении выбора политических партий и кандидатов на пост городского головы. На первое место при ответе на вопрос, если бы выборы депутатов Одесского городского совета проходили в ближайшее воскресенье, за какую политическую партию и кандидаты от нее вы бы проголосовали, вышла партия «Оппозиционная платформа за життя» – 23,1%. На втором – партия Владимира Зеленского «Слуга народа» – 21,5%. Третье и четвертое место заняли местные политические силы. Партия «Доверяй делам» Геннадия Труханова – 14,1% и украинская морская партия Сергея Кивалова – 12,7%. Партия «Слуга народа» всего месяц назад была в лидерах, опережая оппозиционную платформу за життя на 7,5%. Теперь они поменялись местами. Немного упал рейтинг партии «Доверяй делам» и на 1,4% поднялся рейтинг украинской морской партии Сергея Кивалова. «Морская партия Сергея Кивалова сильна своими социальными проектами. Это и суперпроект Национальный университет, юридическая академия, это и юридическая клиника, это и медицинские проекты, которые связаны с проведением тестов. Это и новейшая школа, которая вот-вот начнет свою работу. И это множество тех добрых дел, которые осуществляет Сергей Кивалов как политический лидер». Немного изменились и предпочтения в отношении выбора городского головы. Первое и второе место по-прежнему занимают действующий мэр Геннадий Труханов 24,1% и лидер украинской морской партии Сергей Кивалов 19,5%. Третье место теперь занимает Дмитрий Голубов 14%, на четвертом Михаил Саакашвили 7,1%. Затем следует пока неизвестный кандидат от партии «Шария» 4,8%. А шестое и седьмое места заняли представители оппозиционной платформы «За життя» Николай Скорик и Татьяна Плачкова. Кандидат от «Слуги народа» Алексей Леонов, который всего месяц назад был на третьем месте, скатился на восьмое. У партии, морской партии Кивалова этот рейтинг имеет достаточный прирост. Это связано прежде всего с тем, что его партия в последние несколько недель усилилась. Усилилась поддержкой ветеранов Афганистана и несколькими спортивными федерациями, а также тем, что эта партия занимает достаточно выгодную позицию. Прежде всего, это активность самого лидера Сергея Кивалова и позиция в отношении активности действий местной власти, которую поддерживает данная партия. А весь негатив, естественно, идет на доверяя делам Геннадия Труханова и на центральную власть «Слуга народа». В рейтингах партии «Доверяя делам» украинская морская партия Сергея Кивалова хорошо прослеживается взаимное влияние рейтинга самой партии и лидера политической силы. В то же время есть кандидаты, которые еще не обозначили свою принадлежность по или иной партии, как Дмитрий Голобов, и есть партии, у которых пока не определились с местным лидером, как в партии «Шария». Мы должны учитывать специфику этой избирательной кампании. То есть обязательно, чтобы во время выборов, и люди это оценят, обязательно во время этих выборов должно совпасть как минимум две характеристики. Первая характеристика – это сильный, ответственный лидер, который проявил себя в разных ситуациях, лидер должен быть. И второе – это партийная структура, партийная организация, политическая партия, которая тоже известна избирателям. Качественное социологическое исследование всегда затрагивает различные сферы интересов рецепиентов, не только электоральные предпочтения. Опрошенные одесситы также поделились наиболее острыми проблемами, которые беспокоят их на сегодняшний день. На вопрос, какая из приведенного списка местных проблем является, по вашему мнению, наиболее острой и требует первоочередного решения, большинство по-прежнему отметили высокие тарифы на коммунальные услуги – 27,6%, и на втором месте оказались экологические проблемы – 14,8%. Исследователи отмечают, что такой интерес к экологии у одесситов вызвали несколько неудачных попыток подъема затонувшего танкера «Дельфи». На третьем месте все также беспокоят проблемы с парковкой и загруженностью дорог автотранспортом – 12,2%. Затем отмечено плохое качество медицинского обслуживания – 10,2% и проблемы, связанные со сферой образования – 8,4%. Ранее беспокоенность с плохим медицинским обслуживанием находилась на втором месте, а проблемами экологии были обеспокоены лишь 7,2% одесситов. Очень высокий рейтинг имеют проблемы, связанные с качеством медицинского обслуживания, с образовательной сферой, проблемы, связанные с экологией. И в данном аспекте предвыборной кампании, мне кажется, именно тот кандидат и та политическая сила, которые будут достаточно внимания уделять и этому блоку проблем, будут иметь наиболее выгодные позиции. В связи с этим можно сказать, что у Сергея Кивалова есть некие преференции и предпочтения перед электоратом в силу того, что он проявляет достаточно большое количество инициатив. Отметим также, что большинство опрошенных – 65,3% – подтвердили свое намерение принять участие в предстоящих местных выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье. 15,6% пока еще находятся в раздумьях, а 19,1% не имеют желания распорядиться своим голосом согласно закону.